Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке школа, что в микрорайоне Нурсад превращается из банальной и обыденной процедуры в экстремальный вид спорта, сопряженный с серьезной угрозой здоровью. А все потому, что пассажирам необходимо преодолеть незакрытый ирригационный канал шириной в метр или около того. Перекрытие у остановки в три плиты есть, вот только этой длины для всех желающих уехать пассажиров не хватает. От таких многолетних испытаний жители микрорайона изрядно подустали. В моем-то возрасте прыгать через этот канал, так еще и с больной ногой, нелегко. Был гололед, я помню, чуть не упали ворых несколько женщин, детей. Вот обычно, но в сухой погоде еще более-менее, но все равно перепрыгивать. А в холодное время гололед, представьте, дождь. Дети бегут, школа рядом, садик рядом. Считайте, сколько травм будет. Коммунальщики признаются о наличии проблемы. Знают они и об отсутствии обустроенной остановки роддом и уже ведут работы по устранению недочетов. Изначально ирригация у остановок по улице Назарбекова в микрорайоне Нурсад была перекрыта железобетонными покрытиями. Сейчас наши специалисты проводят анализы в местах, где не хватает плит, мы и будем обновлять. Что касается остановки роддом, то мы планируем установить ее до конца этого года. В этом году на реконструкцию и содержание городских автобусных остановок было выделено 35 миллионов тенге. На эти средства запланировано установить 38 павильонов остановок и привезти в надлежащий вид 130 остановок. Кроме того, власти города выделили дополнительные 27 миллионов тенге на установку еще 36 павильонов для пассажирского общественного транспорта. Всего в Шемкенте насчитывается порядка 700 автобусных остановок. Бахром Абдулаев, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАЖ.